Мы уже рассказывали вам, как древние греки установили из астрономических наблюдений, что Земля имеет форму шара. Но у них были также и физические соображения о том, почему она имеет такую форму. И рассуждали они примерно так. Представим себе, что Земля это такая огромная жидкая капля. Или еще лучше, такой большой ком глины. Тогда, если какая-то ее часть выпирает над сферической поверхностью, то она будет оказывать избыточное давление на части, которые расположены под ней. Эти части раступятся в стороны, и земная поверхность в результате выровняется. Конечно, на ней могут остаться мелкие морщинки и царапинки в виде гор и других неровностей. Но в целом, притяжение частей Земли к ее центру неминуемо сделает Землю шарообразной. Но с древних греков обсуждение формы Земли только начинается. После того, как было выяснено, что Земля вращается вокруг своей оси, в 17 веке физики стали обсуждать, а как это вращение влияет на ее форму. Причем мнения разделились, и одни ученые считали, что Земля имеет форму дыни, вытянутой вдоль оси вращения. А другие утверждали, что Земля напротив сплюснута вблизи полюсов и похожа скорее на тыкву. Можно считать, что точку в этом споре поставил Исаак Ньютон, который считал, что Земля растягивается в направлении экватора центробежными силами. В качестве аналогии сделаем такой опыт. Мы надели на ось несколько пластиковых обручей, и сейчас я включу дрель, и эти обручи будут растягиваться центробежными силами в экваториальной плоскости, и соответственно вся конструкция будет сплющиваться около полюсов. И мы действительно видим такое сплющивание, причем оно тем больше, чем быстрее вращается дрель. Ведь центробежная сила растет пропорционально квадрату угловой скорости вращения. В качестве еще одного довода Ньютон указывал на сплюснутость у полюсов Юпитера, которую наблюдал Кассини. Проведем на фотографии Юпитера окружность, проходящую через полюса, а потом растянем ее так, чтобы полученный эллипс совпал с фигурой Юпитера. И оказывается, что экваториальный диаметр Юпитера превосходит полярный на одну пятнадцатую своей величины. Земля и вращается гораздо медленнее Юпитера, который делает один оборот вокруг своей оси всего за 10 часов. И по своим размерам она гораздо меньше. Поэтому и сплюснута Земля гораздо слабее, чем Юпитер. И сейчас мы вслед за Ньютоном сделаем оценку этой сплюснутости. Нарисуем сплюснутую Землю. Ее полярный радиус обозначим через R, а экваториальный радиус через R плюс H, где H это малая поправка. По порядку величины эта малая поправка H будет так относиться к радиусу Земли, как центростремительное ускорение омега квадрат R к ускорению свободного падения G на поверхности Земли. А эти две величины относятся как 1 к 300. Эта грубая оценка на удивление близка к измеренной сплюснутости Земли, которая составляет 1 к 290. Но Ньютон, в отличие от нас, произвел точные расчеты для однородной Земли. Для этого он представил, что к центру Земли прорыты два колодца. Один с полюса, а другой с экватора. И они заполнены водой. Вода в этих колодцах должна находиться в равновесии, а значит создавать одинаковое давление в центре Земли. А как Ньютон произвел дальнейшие расчеты, вы можете сами посмотреть, открыв его великую книгу «Математические начала натуральной философии». И эту книгу должен посмотреть каждый, кто интересуется физикой. Не для того, чтобы прочитать ее целиком, а для того, чтобы понять, насколько далеко Ньютон продвинулся всего через 50 лет после «Галилео Галилея», с которого и начинается история физики нового времени. Расчеты Ньютона требовали опытной проверки. Но как ее сделать? Ведь расстояние до центра Земли напрямую не измеришь. Идея состояла в том, что если Земля сплюснута у полюсов, здесь кривизна ее поверхности меньше, а поэтому длина одного градуса меридиана больше. Измерив эту длину в разных широтах, можно будет судить и о форме Земли. Такие измерения были предприняты в начале 18 века во Франции все тем же Джованни Кассини, который наблюдал сплюснутость Юпитера. Вот только с Земли у него вышла промашка. В результате измерительных ошибок у него получилось, что Земля не сплюснута у полюсов, а вытянута. Кассини верил в свои астрономические способности и стал придумывать альтернативную теорию, отличную от Ньютоновской. В науке так тоже бывает. В последующей экспедиции все-таки установили, что Земля сплюснута около полюсов. Но все более точные измерения показали, что степень этой сплюснутости различна вдоль разных меридианов. И в этом смысле форма Земли отличается от эллипсоида вращения. Геодезисты называют истинную форму Земли геоидом. Но надо при этом понимать, что это вовсе не форма реальной Земли со всеми ее выступами и впадинами. А это та поверхность, тот уровень моря, на котором вода установилась бы, если бы мы все материки прорезали сетью каналов и посмотрели бы на поверхность воды в них. На этой карте показаны отклонения геоида от модельного эллипсоида. Самое глубокое понижение находится в северной части Индийского океана. Основные повышения расположены в Северной Атлантике и в районе Новой Гвинеи. Величина этих отклонений составляет порядка 100 метров, а разность экваториальной и полярной полуосей модельного эллипсоида 20 километров в 200 раз больше. Так что в нулевом приближении Земля это шар, в первом приближении эллипсоид вращения, а геоид это уже следующее приближение, которое мало отличается от эллипсоида. Но за счет чего же может возникать отклонение от эллипсоида? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на Ютубе.